Нас 40 миллионов! Партия пенсионеров! Вместе мы! Сила! Добрый день! В эфире программа «Заботится сердце! Сердце волнуется» с Евгением Артюхом, председателем Российской партии пенсионеров, доверенным лицом президента Российской Федерации, депутатом Законодательного собрания Свердловской области. С вами я, ведущая программы, Юлия Скутина. Коррупция в России, как и попытки борьбы с ней, явление не новое. Уже в Древней Руси существовали примеры эффективной борьбы с коррупцией. Сегодня коррупция проникла на все уровни власти и в большинство сфер российской жизни. Аналитики отмечают, что коррупция в России стала бизнесом. Если в 90-е годы предприниматели должны были платить различным преступным группировкам, чтобы обеспечить себе крышу, то сейчас функции крышевания осуществляют должностные лица. В каких проявлениях лидер Российской партии пенсионеров Евгений Артюх введет коррупцию и о методах борьбы с коррупцией, которые пропагандирует Российская партия пенсионеров, рассказал Евгений Петрович в рамках сегодняшнего выпуска. Вот идем по дороге или едем на машине по дороге, ямы – это коррупция. Потому что на эту дорогу когда-то кто-то, не кто-то, а бюджет выделил деньги, значит, либо асфальт украли, либо деньги украли, но ямы по технологии не должно быть. Потому что дорогу сделали гарантийным ремонтом и так далее. Если нет места в детском саду, это коррупция, потому что сегодня выделены места, и чтобы это все было. Если ты приходишь и не можешь получить медицинскую услугу, это коррупция, потому что деньги на медицинское обслуживание в Сурдловской области выделяются. В год в Сурдловской области тратится порядка 50 миллиардов рублей. Это просто немыслимая цифра на наше с вами, на мое, на ваше, на всех, кто нас сейчас видит и слышит, медицинское обслуживание. На эти деньги нас должны облизывать в больницах. Если этого не происходит, это коррупция. Как мы боремся с коррупцией? Есть организация, которую возглавляет президент, общественное движение, общероссийский народный фронт. Один из проектов Народного фронта – это проект «За честные закупки». То есть мы, я возглавляю этот проект, мы проверяем эффективность использования бюджетных средств в Сурдловской области и по всей стране. И мы находим, когда чиновники просто врут государству, врут президенту. Приведу конкретный пример. Областные власти отчитались, что в 2014 году по программе переселения граждан из ветхого аварийного жилья они переселили 3000 граждан на территории Сурдловской области в новое жилье. И на эти цели было потрачено 2 миллиарда рублей. Частично эти деньги были из федерального бюджета, частично из областного, частично из местных бюджетов, тех муниципалитетов, где эти дома были построены. В итоге проверка, которую провела счетная палата Сурдловской области, а также Народный фронт, показала, что в 2014 году не переселили, внимание, ни одного. Возникает вопрос, где деньги 2 миллиарда и что это за отчеты. Мы по линии Народного фронта лично, я сопредседатель Народного фронта Жанна Рябцева, руководитель исполкома, мы ездили и проверяли эти дома. И знаете что, мы, например, приезжаем в Перо-Уральске, по отчетности наших областных чиновников написано, что на улице Дробельщиков построен многоквартирный дом. Мы приезжаем, там нет этого дома. Ну, наши чиновники отчитались перед Москвой, считай перед Путиным, что он есть. Приезжаем в Малый Исток, по такой-то улице построен дом. Там нет этого дома. То есть, о чем я хочу сказать, что мало вот этих отчетов, которые официальные власти шлют наверх. Официальные власти шлют наверх, что у нас с медициной, что у нас с дорогами, что у нас все вопросы решены и все хорошо. А общественный контроль, который мы по линии фронта по поручению президента проводим и отдельно направляем информацию президенту, показывает, что на самом деле наши чиновники врут. И именно в результате этой работы сейчас идет серьезная проверка нашей работы, Народного фронта. Серьезная проверка правоохранительных органов деятельности правительства Свердловской области. Вы знаете и слушатели знают, что сейчас арестованный министр по управлению госимуществом Свердловской области, его заместители, расследуются другие нарушения финансовые. Мы сегодня получили ситуацию, когда любая проверка счетной палаты, у нас в области есть счетная палата, любая проверка счетной палаты эффективности расходования бюджетных средств выявляет неэффективное, нецелевое, незаконное использование бюджетных средств. Мы эти материалы передаем по линии Народного фронта в Москву, мы передаем их в прокуратуру, мы по возможности какие-то закупки на стадии, когда их можно предотвратить, предотвращаем. Когда, например, одно небольшое совсем муниципальное предприятие Свердловской области вдруг решило себе купить джип за 3,5 миллиона рублей. При наличии долгов по зарплате, при наличии других проблем на этом предприятии, вот им понадобился срочно джип за 3,5 миллиона рублей. Мы приостановили эту закупку, мы приостановили закупку, когда Титановая долина, еще один супер-мега проект, который все никак не может заработать, который миллиарды уже обуханы, решила взять в аренду автомобили иностранного производства по цене, когда мы посмотрели, что за эти деньги-то их можно было купить, мы приостановили эту закупку. Мы передали в Генеральную прокуратуру материалы, когда выставочный центр в Екатеринбурге построили, на котором проходит инопром, за 9 миллиардов рублей, извините, да, 9 миллиардов рублей. Это вот уральский выставочный центр, где проходит инопром. А напротив, предприниматели на свои деньги, на кредиты построили то же самое, но за 2,5 миллиарда рублей. Разница между 9 и 2,5 рублей. На эти деньги можно было построить 18 тысяч мест в детских садах. Мы это все передали, сейчас Генеральная прокуратура занимается. То есть наша задача, как общественных контролеров, дать объективную, незамыленную, неискаженную картину руководству Народного фронта и президенту, с тем, чтобы президент понимал, что не все те отчеты, которые приходят, они достоверны, и чтобы он мог принимать какие-то и политические решения. А там, где требуется вмешательство правоохранительных органов, как это произошло по Министерству по управлению госимуществом Свердловской области, чтобы принимались в том числе и решения, связанные с уголовным преследованием таких чиновников. Эта работа сегодня нами продолжается, она будет продолжена. Я думаю, что будут еще новые уголовные дела в отношении чиновников Свердловской области. Это я вам, как представитель Народного фронта, не то что обещаю, а предполагаю таким образом, что это будет. Со своей стороны Евгений Артюх заявил, он лично, как председатель партии, пенсионеров и его соратники, готовы не заниматься, уйти из политики, если все социальные вопросы и вопросы пенсионного обеспечения в нашей стране будут решены надлежащим образом. И решать их, конечно же, будут другие партии. Эти другие партии, особенно четыре партии, которые сидят в Государственной Думе, из созыва в созыв, сидят, изображают бурную политическую деятельность, но по факту мы видим, что по многим положениям жизнь ухудшается. Ведь что мы видим? Произошла приватизация, то, что было когда-то государством, общенародным, по Конституции, общенародное, собственно, теперь в частных руках. Произошло социальное расслоение, появились супер богатые и супер бедные люди, да, и социальное расслоение, угрожающее в нашей стране сегодня, да, вот, размер доходов очень бедных и очень богатых, очень опасный, да, для, что может грозить социальным взрывом, вот. Но происходит и дальше. Сегодня чиновники, которые сидят в Москве, региональные чиновники, они уже хотят наложить лапу свою на деньги пенсионеров, на пенсионный фонд. Они нам говорят, они нам говорят, дефицит пенсионного фонда, они нам говорят, нужно в связи с этим повысить пенсионный возраст. Подождите, давайте разберемся. Я буквально вчера разговаривал с Василием Александровичем Мельниченко, фермером из Камышлова. Он говорит, в моей деревне, село Галкинское, село Галкинское, из 10 мужиков до 60 лет доживает 2. Возникает вопрос, а где пенсионные деньги остальных 8 мужиков, которые не дожили до пенсионного фонда, а за них же отчислялись, их деньги в пенсионном фонде? И на этом фоне нам пенсионный фонд говорит, нет денег. Возникает еще вопрос, а может быть у нас проблема с деньгами пенсионного фонда состоит в том, что сам пенсионный фонд неэффективно расходует деньги? Мы по линии Народного фронта проверяли в прошлом году, а как пенсионный фонд Российской Федерации пользуется деньгами всех и нынешних, и будущих пенсионеров. И вашими, и моими, и те, кто у нас сейчас смотрит, людей деньгами. И что получается? По всей стране настроили офисов пенсионного фонда по завышенным сметам. Завышение смет по отдельным зданиям вылились миллиардные суммы, и после этого нам пенсионный фонд говорит, что у него денег нет, что дефицит. В Свердловской области в 2008 году пропал 1 миллиард пенсионных денег, потому что наш пенсионный фонд нарушение законодательства, Свердловский областной пенсионный фонд, хранил деньги в коммерческом банке. Хотя по закону он должен был их хранить в Центральном банке. Банк обанкротился, деньги пропали. Миллиард. Мы тогда, партия пенсионеров, подняли этот вопрос. Я тогда лично обратился, я еще не был доверенным лицом Путина, обратился к Путину, в Генеральную прокуратуру, появилось уголовное дело, и руководитель пенсионного фонда Дубинкин получил уголовное дело, и получил реальный срок лишения свободы. Но дело-то не в лишении свободы, а дело в том, что это система. Утекают деньги из пенсионного фонда, и нам потом говорят, денег нет, дефицит, давайте повысим пенсионный возраст. Куда они его собрались повышать? До 65 лет. Извините, у нас среднестатистический российский мужик живет 58-59 лет. Раз. Женщина, мать, труженица, которая родила, воспитывает детей, идет с работы в магазин, зайди, купи продукты, дома прибраться, приготовить еду, ну и так далее, и так далее, она теперь будет на 10 лет по их программе больше работать. Да это ни в какие ворота. Именно поэтому мы, партия пенсионеров, и я лично, Артюх Евгений Петрович, со своими соратниками и товарищами, мы занимаемся политикой, потому что мы считаем, что социальная сфера у нас строится в стране неправильно. Евгений Артюх и те, кто всецело поддерживает позицию по защите сегодняшних и будущих пенсионеров, объединились на политической платформе Российской партии пенсионеров с главной целью, чтобы вместе отстаивать интересы людей старшего поколения, бороться с коррупцией, с чиновничьими пенсиями, депутатскими зарплатами и многими другими социальными неравенствами, о которых сегодня умалчивают в верхах, говорит председатель Российской партии пенсионеров. Я напоминаю, это была программа «Заботится сердце. Сердце волнуется» с Евгением Артюхом. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Заботится сердце. Сердце волнуется. Партия пенсионеров. Евгений Артюх. АВ złき АВ АВ Б